В ходе лабораторной работы ученик равномерно тянет по столу брусок с грузами общей массой m равная 300 грамм. Прикладываю с помощью динамометра горизонтальную силу. Найдите коэффициент трения между бруском и столом. Если динамометр показывает силу f равную 9 десятых ньютона. Для начала запишем наши условия. Масса m равна 300 грамм. Переведем систему C в килограммы. Это 0,3 килограмма. Сила f равна 9 десятых ньютона. Ускорение свободного падения g равняется 10 метров на секунду в квадрате. Найти коэффициент трения. Мю неизвестно. Сделаем схематический рисунок. Напишем формулу силы трения скольжения. Сила трения равняется произведению коэффициента трения на силу реакции обоя. Эту формулу нужно знать. Рассмотрим действие сил по оси ух и напишем второй закон ньютона. По оси ух на тело действует сила f и минус сила трения скольжения. Все это равняется 0, так как никакого ускорения по оси ух нет. По оси ух на тело действует сила реакции опоры и минус сила тяжести, минус mg. Все это равняется 0, так же, так как нет никакого ускорения. Сила трения скольжения равна произведению коэффициента трения на силу реакции опоры, на n. Решим получившуюся систему. Для этого из оси ух выразим силу реакции опоры. Тогда n равняется mg. Подставим нашу силу реакции опоры силу трения. Тогда у нас получается, что сила трения равна произведению коэффициента трения на массу и на ускорение свободного падения. Подставим нашу силу трения в ось ух. Тогда у нас получается сила f минус сила трения. Это μmg. Все это равняется 0. Выразим отсюда μmg. Тогда у нас получается μmg равняется силе m. Выразим отсюда коэффициент трения. Тогда коэффициент трения μ равен сила f деленная на mg. Подставим сюда наши значения и найдем результат. По счетам получаем 0.3. Запишем ответ. Коэффициент трения μ равен 0.3. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.